Здравствуйте, можно? Да, да. Два второго прививка. Серебряный волонтер Тамара Дубровина первую прививку от коронавируса сделала три недели назад. А теперь пришло время для второго компонента. По словам женщины, пройти завершающий этап оказалось еще проще, чем первый. Документы заполнять не нужно. Прошел осмотр у терапевта, и вот он, процедурный кабинет. Оп, дольтровидную мышцу плеча. Все? Первую вакцину принесла хорошо. Никаких отклонений не было ни по температуре, ни по самочувствию, ни по тому, как выглядело место, в которое я талолю вакцину. Покраснений ничего не было. В принятии решения, вакцинироваться или нет, Тамара, признается, не колебалась. За год пандемии никто из ее окружения ковидом не переболел. А значит, риск инфицирования сохраняется. Но есть у нее и другие причины получить прививочный сертификат. Это мечта продолжить активную, безбарьерную волонтерскую деятельность, которая во время пандемии для серебряных волонтеров буквально замерла. Для Тамары, как волонтера, некогда представлявшего Россию на международном форуме добровольцев, вакцина – выход из положения. «Коллеги по волонтерскому движению почти такого же возраста, как и я. Кто-то старше, кто-то чуть младше, но все мы пенсионеры. Прививка нам дает небольшую защиту от серьезных осложнений. Ведь вот даже от гриппа, когда делают прививку, это не говорит о том, что не заболеешь гриппом. Это говорит о том, что не будет серьезных осложнений и не будет тяжелой формы течения данной болезни». То, что вакцинация сдерживает развитие эпидемии, подтверждает и статистика. «В связи с тем, что все-таки идет полномасштабная вакцинация по всей России, как и в нашей Самарской области, пандемия в нашем учреждении и в целом по Самарской области идет на спад. Это с вакцинацией. Это в первую очередь связано с вакцинацией». Вакцинации населения в Самарской области продолжаются. На сегодняшний день в регионе привились почти 136 тысяч человек. Из них более 80 тысяч завершили вакцинацию. Записаться на прививку можно в поликлинике по телефону 122 и на портале Госуслуг. Михаил Ермоленко, Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.